29 марта для Казанского федерального университета выдалось насыщенным. Сразу два института подвели итоговую черту масштабного фестиваля студенческих талантов «Студенческая весна-2024». Эстафету открыл собой Елабужский институт КФУ, где прямо на сцене развернулась удивительная история. Однажды три студента разных факультетов пришли пересдавать зачет по физике и поспорили, что важнее – технологии, грамотность или же бицепсы. Пока преподаватель отлучился из лаборатории, они случайно запустили квантовый пространственно-временной транспортер и отправились в прошлое на три столетия назад. Так началась полная неожиданных поворотов проходка программы, гармонично вплетая в сюжет лучшие творческие номера отделений вуза и знаковые юбилейные даты. Так, ребята, думаю, пора валить отсюда, пока к нам лишние вопросы не возникли. Согласна. Да ты чего? Все веселье только начинается. Когда ты еще с Петром Первым на брудершафт выпьешь? А я навеселилась уже, если честно. Домой хочется! Давай, запускай машинку, отправляй нас обратно. Я не знаю, как она работает. Ты же включал. Ну это же все квантовые штуки, ты же в этом разбираешься. Эй, Алексашка, где там твои купцы? Веди их сюда. Следом за Елабугой набережные Челны смогли удивить гостей необыкновенной постановкой, которая сходу покорила всех сидящих в зале. На сцене была представлена история о необычном изобретении. Действие начинается в 1980-х годах в научно-техническом центре. Здесь работают ученые, которые проводят различные опыты. Одна из главных героинь, молодая лаборантка Лиза, несмотря на пренебрежительные отношения своих коллег, изобретает то, что казалось невозможным. Устройство Рестарт. Оно улучшает имеющиеся навыки человека. Но тот, кто воспользуется этим устройством, навсегда потеряет свое любимое хобби. Из-за вас мы не можем завершить работу. Нам была поставлена задача сдать проект к юбилею нашего центра. А у нас до сих пор ничего не готово. Еще раз все перепроверьте, еще раз все пересчитайте. У меня не может быть ошибки. Программа фестиваля «Студенческая весна-2024» поразила разнообразием и креативностью номеров. Праздник получился ярким, зажигательным и запоминающимся. Зрители были в восторге, а артисты остались довольны своей игрой. Ну а на этом все. Увидимся в следующем году. Елизавета Газизянова, Универ Новости.